Музыка Привет, мои дорогие! Приехали мои. Я уже вся испереживалась. Без 28. А их нет и нет. Ну, они в магазин. Потом Сашке приспичило же наггетсы поесть. Ну, как? Как не раскрутить родителей? Костя очень доволен. Купил себе костюм. На природу, на рыбалку. Просто в лес за грибами. Да куда угодно. Вот он. Производство тибоксары. Сейчас я вам покажу. Он там в нём ходит, радуется. Тибоксары. Стоит 11 тысяч. Очень, правда, хороший костюм. Просто вот для мужиков, которые на природу часто выходят. Очень удобно. От плюс пяти до плюс двадцати. Ну, он летний вариант, конечно. Прямо наше мурманское лето в самый раз. Дышащий. Всё как надо. Хоть мне денег не платит никто за рекламу. А хорошие вещи, почему не прорекламировать? Правда ведь? Тем более, что российский производитель. Я говорю, наши, когда захотят, сделают всё, что угодно. И на высшем уровне. Ну, рекламируют, потому что молодцы. Видите, какой костюм Костя купил. Ходить за грибами, на рыбалку ездить и всё такое. На охоту. Что-то из Чуваши. Чебоксары или что-то такое. Не реклама. Вещь прям зачётная. Очень. Смотрите, карманы на магнитах. Притом клапан, видишь, такой загибается. Раз. Всё, видишь, по уму. Раз. Чтобы не попало туда ничего. Всё пошито. Огонь. Всё ровненько. Всё ровненько. Всё дышащее. Да. Вот это проверяли. Вода вообще не впитывается. Вообще не впитывается, да. Смотрите, на плечах какая штука. Танюшка правильно сказала. Женщинам надо такие. Для ремня. Ну, это для ремня от ружья. Чтобы не сползало. А на самом деле очень хорошая штука. На женском. А у меня плечи покаты. Я не могу носить сумки. Короче, пока зима, распродажа, скидки. Реально вообще недорого. 11 тысяч рублей стоит. Вещь на мембранах, непромокаемая, дышащая. И штаны там внизу заправляются. И лямки здесь. И всё такое. Помощь. Мой сраный, правда, ещё. Ну ладно. Кармашки тут тоже на магнитах. И тут клапан для клещей надевать. Для резиночки здесь. Ну, короче, всё огонь. Очень классный костюм. Хороший костюм. Россия. Форелла. Температура 20 градусов. Дом 22 или 23. 24. Наверное, должен начать уже. Что-то не такие. Значит, правильно. Ну, можно по-кроме ещё отжаться. Может быть, это... Или, может быть, одеть очки просто. И сразу станет это... Окуш. Окуш. Может, чай горячего попьём? Давай, будет эксперимент. Вот смотрите. Это мы уже мочили её. Да, уже поливали. Она уже... Это как его? Всё, пропивочка видно какая-то. Раз-раз. Ну, вот же подкладочка. Смотри, с фирменными этими. Россия. Я ещё интересно Танюшке рассказывал, что написано ХСН. ХСН. И на этом написано ХСН. И вот тут. Это называется... Как нас приучили... Приучили. ХСН... Ну, я искал... Ну, там... ХСН. Ни хрена не мог найти. Оказывается... Ну, то есть, это же... Как все же привыкли. Ну, ХСН... ХСН... Оказывается... Нет. Это русский буквы. А это английский ХСН. Ну, короче... ХСН. Короче... У меня очень хороший костюм. Прям очень хороший. ХСН России. У меня вот такую штуку. У меня плечи покаты. И у меня сумки не держатся на плечи. Мы готовимся. У нас тут всякие... Значит, готовимся. Хочется мечтать о лете. Ну, и зимой, конечно, всегда для этого есть время. Летом уже поздно. Костя довольный. А я специально в эфир только ради этого и вышла. Чтобы прорекламировать вот такой вот хороший костюм. Да не просто хороший, а замечательный. Так что, кто ходит на рыбалку, ребят, покупайте. Очень хороший костюм. Привет, мои хорошие. Привет. Вы видите, сколько у нас снег навалило? Вот даже вот по крыше на овец видно. А ведь это еще будет. И в мае может снег идти. Костя просто после этой операции не может нормально снег почистить. И из меня тоже чистильщик стал. Вон аппарат-то стоит. Толкать его долго сил нет. Сирень светится. Что-то слабенько так. Вот. Что хочу сказать. Может, кто мне не поверит. Скажут рекламу. Дело линения. Нет. Правда. Это просто Костя купил. И так восхищался этим костюмом. Я думаю, надо народу показать. Ну, честно-то говоря, мы же... Мы же живем рядом с Финляндией. И мы привыкли к европейским, к западным этим всем вещам-то. Ну, а что, девчонки? Ну, правда. Если у нас до Финляндии 240 километров, а до Питера 1400. Ну, куда мы ездили? Туда мы и ездили. И там все и покупали. И что говорить-то? Финские куртки, обувь вот такая вот зимняя, знаете, ну, не модельная, а чисто на зиму. Очень удобные. И долго носились. И замечательные. Ну, а тут, раз так все изменилось... Я говорю, наши, когда хотят, все сделают. Костя так восхищался, так восхищался. Думал, не, надо снять. Ну, и стала разглядывать. На самом деле, да. Хороший костюм. Че говорить-то? Вот. Так что никто мне ни за что не платил. Ну, а че не прорекламировать-то? Хорошую-то вещь. Вот. Мои все давно уехали. Время уже 10 часов. Ковыряюсь со своими делами. А дела у меня какие? В стирку засунуть. То, что вчера постиралось в сушилку. И вот выкладываю видео на Яндекс, на Ютуб. Сижу. Тихо так хорошо. Вчера был ветер, а сегодня... Ну, у нас, честно говоря, и ветра-то особого не было так. Вот. Так что я включила новый день. Всем здоровья. И как парень, Олег, я не знаю, парень он или мужчина, уже, может, в возрасте, не знаю, по голосу не определить. Ну, вроде, не старый. Как он всем говорит? Всем бобра! И побольше! Пока не забыла. Не знаю, показывала. Нет, наверное, не показывала. Вот сделала вчера вот такой браслет на резинке из крошки, из янтаря. Это не имитация, это янтарь. Прибалтийский наш. Вот. Ну, 17-й размер. А то ведь забуду. Такой вот. Пушистенький, как я люблю. Лохматенький. А, и вот еще, чего хотела сказать. Девочки, есть у меня вот такое украшение. Вот такое вот. Оно маркированное. Ну, вот. Хотела я его разобрать, а что-то стало жалко. Думаю, а вдруг кому понравится. Такое нежненькое. Тут с цепочкой получается на 50 сантиметров. Такое нежненькое. Я-то люблю, чтоб побольше, покрупнее. ха-ха-ха. Вот. Может, кому надо. За 500 рублей отдам. Легко. Ну, жалко мне его разбирать. Вот что тут этих бусинок. И куда их потом. Вот. В идеальном состоянии. Хорошее. Так что, пишите. Кому надо. Оно просто одето на цепочку бусинки. А браслет-то будет подороже. Полторы. Янтарь дорогой, девчонки. Я его и покупала-то дорогой. Вот. Ну, еще плюс почта. Резинка тут двойная. Моя крепкая. Которую я очень люблю. Я эту резинку порастягивала. Чтоб потом браслет не растягивался. Вот. И вот. И темный, и светлый тут янтарь. Обработанный. У меня есть еще не обработанный для тех, у кого со щитовидкой проблема. Ну, то надо делать на шею. А это просто янтарь. Вот так вот он на руке смотрится. Такой браслетик. Пишите. А вот этот браслет я тут ломала-ломала голову. Хотела сделать еще на шею такой. А потом думаю, что я буду дурью маяться. Сделаю-ка я еще второй такой. Вы знаете, что очень модно, сейчас я вам покажу. Вот. вы знаете, вы знаете, что очень модно, стильно, ну, в общем, редкость, конечно, большая, носить на какой-нибудь тонкий свитер, на водолазку, так, на рукава, как манжеты, носить браслеты, чтобы на обеих руках было. Ну, у меня тут такая когта неподходящая. Вот. Я решила, сделаю-ка я второй такой браслет. Есть же у меня модницы. Ну, а? Ну, что, мои рыбки, прошли сутки. Вот такие у меня бусины получились. Вот, не знаю, покрасить их или просто лаком покрыть. Вот такие вот. Ну, еще пройдусь я, конечно, шкурочкой по ним позатираю. Так, куда я засуху? Вот так вот, такой штучкой я их затру, подровняю. У меня тут вот получилось толще найдет. Бусины такие дорогие. Продают их прям поштучно. Ну, в общем-то, ничего у них сложного и нет. Так, вот эти тоже можно закруглить тут. вот такие вот дела. Ну, у нас вот, видите, как всегда, тихо, снег, на елках, на деревьях. Ой, надо мне в город, надо в город, но когда я попаду, мне нужно украшения отправить, Леночке. Ну, вот, уже не знаю даже, что и делать-то. Надо еще Ларисе серьги сделать, а я ума не приложу, что из них сделать. Ну, сейчас сяду, попробую. вам покажу, что получится, не получится, прям не знаю. Оно же, вот, проблема-то в чем? Проблема-то в том, что они очень ну, сейчас покажу. они, видите, вот какие, вот эти квадратные, вот что, вот что из них сделаешь? А вот в эти не входят пины. Вот сейчас найду, если у меня еще остались, все заканчивается. Алиэкспресс у меня не проходит оплата. Не понимаю, почему. Вот если сделать из этих гроздья, вот сейчас поищу пины, да посмотрю, может получится чего. Сегодня ночью у меня Костя улетит в Нижний Новгород, который. Ой, дела, дела, дела. Ну, ладно, сейчас попробую, а потом вам покажу, что получится. Так, ну вот, в эти пины проходят, слава богу. Сейчас. Надо теперь найти цепочку, на которую бы их можно было подвешивать. Мои хорошие, ну, очень хочу к вам обратиться. Ну, не шлите мне всякие видео, пожалуйста. Я не могу на нормальные-то вовремя отвечать по делу, девочки. Ну, у меня просто, ну, у меня такое ощущение, что мне пишут в WhatsApp больше, чем просмотров на YouTube. Я столько времени теряю вот из-за этого. Некогда мне это смотреть, зайки, ну, некогда. С этими зубами, теперь у меня ещё и болят руки и плечо, и... Ой. Для меня проблема уже сесть и сделать что-то. Ещё вот смотреть эти видео, ну, некогда. Правда, и сил нету. Зайки, не надо, пожалуйста. Я смотрю, что мне нужно, а вот на всё это, ну, некогда мне отвлекаться. Так, Мариша мне, моя дорогая, прислала видео. и вот, что хочу сказать. Ведь в природе эти цветы паразиты. И никто их в природе не пересаживает. Поэтому они и так цветут. Я с ней полностью согласна. Вот когда-то давно я это всё снимала и вам показывала. ну, это же просто обалдеть, что это превращается. И это цветёт непрерывно. Чтобы вот это всё, кто там сейчас деятели искусств скажут, да что это, кто так ухаживает, надо обязательно пересаживать, это всё переросло. Вот верите, я год наблюдаю беспрерывно. До этого внимания не обращала. Они просто не дают себя пересаживать, они постоянно цветут. вот этот цветок орхидеи была просто в горшочке в букете. И её поставили сюда не особо рассчитывая, что она что-то тут решит сотворить с собой. А они вот, ну, скажите, что это не красота, да это просто волшебно. Я очень надеюсь, что Любашка вам покажет эту красоту. И вы просто удивитесь, как вот цветут орхидеи. Боже мой, это нечто. Это просто нечто. Я такой красоты не видела никогда. Вот раз в месяц я за этим наблюдаю. Мне везёт. Вот это вообще мылипусечка, красотусечка такая. Да не все. Я не знаю, кто из них краше и лучше. Вот так ловите. Вот видите, я сижу тут, работаю, заодно и с вами вот посмотрите, Оксаночка прислала, а в Черноморске подснеженьки цветут. Оксанка говорит, уже цветут, уже неделю. Я, говорит, всё никак сфотографировать не могла. Представляете, сегодня в Черноморске минус 4. Я ей говорю, я говорю, всё равно весна скоро. это у нас конца икра нету зиме этой. Ой. Ну что, мои рыбки, я тут пока жду ответа от Ларисы. Показала ей там, что я хочу, какие серьги сделать. А я тут сделала вот такие серьги-гвоздики. Но скоро же лето. Нам Олег Митяев не просто так пел. Держитесь, люди, скоро лето. Оно же всё равно будет. И я сделала вот такие асимметричные серьги-гвоздики. Ну как их называют пляжные украшения. Ну пляжные. Что мы все на пляже что ли бываем? Вот. Просто летние. Ну согласитесь, особенно когда уже лицо будет, загорелая шея и вот такая вот красота. Вот. Хорошо, когда вот ждёшь лето. Ой, так люблю это время. А у меня всё как Новый год перевалили. Так и всё. Так я и жду лето. Ну сказка ведь правда. сейчас ещё другое окошко покажу. Лючки цветочки. Ну красота. Только не знаю почему-то камера снимает голубым. Какой-то получается голубой снег, голубой. А, чё, голубой? Сейчас вам покажу. вот спрашиваешь, да, у человека, какой ты цвет любишь? Он говорит, ну я не знаю. А посмотришь на рубашки, и какой ты цвет любишь действительно, да? Голубенькой, синенькой. моя бабушка царство и небесное, она шила сама себе платье. У меня тут шумит машинка сушильная. Бабушка сама шила, и, ну, чё-нибудь мне говорит, она меня звала Любонька. ой, Любонька, купила себе ситчик на платье. А я спрашиваю, какого цвета? А она так удивлённо говорит, синенькой. Ну, взгляд такой удивлённый, ну, ты чего, синенькой? Вот, пожалуйста, правнук тоже у нас любит, синенькой и голубенькой, то бишь, сын мой. Вот так. Ну, в общем, занимаюсь, ковыряюсь своими делами, снимаю маленькие видео для Яндекса. Всё тихо, спокойно. Чё-то мне Танюшка, подружаечка моя, не звонит сегодня. Я ей не звоню, потому что она же в больнице лежит. Может, там какие-то процедуры ей делают. А сейчас вот прислали мне, что фотография не дошла до неё с подснежниками. господи, что там с ней делают. А то мы с ней смеёмся. Легла на техосмотр, ей стенд поставили, в реанимации лежала. Уже не знаешь, чего и ожидать. ночью, под 70 лет народу. Тут чего угодно может приключиться, найти, только попади туда, а не найдут. Чего вставить или вырезать, это дело такое. на улице красота. От Оксаночка из Черноморска пишет, минус 4 зима, холод, а у нас минус 4 тепло, красота на улице, тишина. Но уже хочется, уже хочется весны, честно сказать. Хочется весны, хочется поехать в Питер, но это не весной будет, а в начале лета, наверное, Сашу свою увидеть. Она должна приехать на лето в Питер к нам. Бог даст ребятишек, Маша отправит к нам с Сашкой вместе. Я так по ним соскучилась по телефону, вроде, ну и по видео, но все равно так хочется прям обнять, приезжать к себе так. Ух! Они так растут! Ой! кири уже будет в марте тринадцать, а Егорке летом будет пятнадцать лет, но я их два года не видела. Они за это время прям стали совсем большие. хоть пообщаться. Ну, я так знаю, чем они дышат-то, как говорится, чем занимаются, но все равно. Ой, я так с ними поболтать люблю, вот, когда они вырастают, наступает такое время, когда прям, ну, одно удовольствие поболтать. Сашка еще все-таки он хоть парень неумный, но в чем-то умный, в чем-то, конечно, глупенький еще, но такой с ним тяжело разговаривать, ему ничего не интересно, кроме того, что вот интересный ему одному и все. И он все разговоры переводит в свое, но это нормально. Вот, а будет ли время мне с ним поговорить, когда он вырастет? Ха, это бабка надвое сказала, поэтому. Вот, я так люблю с Макаром разговаривать. Он говорит, что я крутая бабушка, очень современная. Он всем своим новым знакомым рассказывает, что у него бабушка блогер. Блогер и украшения делает, и вообще может сделать все, что угодно, он прям в этом уверен. Повышает мне парень самооценку. Вот. Ой, не, на улице правда красота. Прямо, только пасмурно. Когда я уже это солнышко увижу, не дождусь. На фотографии видела и все. И все. Но все равно у нас красиво, конечно, в лесу. так, ладно, лапоньки мои. Уже не буду вас тут задерживать своей болтовней. Давайте попрощаемся до следующего видео. А что там будет, сами увидите. Все, обнимаю, целую, берегите себя. не болейте, пожалуйста. Пока, пока, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok